Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня у нас с вами будет очередная тема о жизни в долг. Что такое жизнь в долг, как это происходит и как с этим жить? Когда я отписала это название, у меня было два момента, которые я крутила в своей голове. Первое, это, конечно, жизнь в долг, как будто, не как будто, а связанная с деньгами, потому что очень большое количество людей сегодня живут в долг, в контексте того, что им не хватает денег, они постоянно берут кредиты, у кого-то одалживают, и, по сути, когда мы находимся с вами в вечных кредитных историях, когда мы находимся в постоянном одалживании и переодалживании, наша жизнь, все, что мы имеем, по сути, это долги. То есть мы не имеем никакие определенные вещи, все это иллюзия, потому что единственное, что с нами все время происходит, это финансовые долги. Но это если касаться страны финансов. Если говорить по-другому, давайте подумаем о том, что такое может быть жизнь в долг. Я подразумеваю под этим тот момент, когда мы думаем о других людях больше, чем о себе. Когда мы даем людям, то есть мы как будто бы одалживаем свою жизнь другим. Ну, например, мы отдаем свое время на воспитание детей, мы отдаем свое время, жертвуем, даже многие так жертвуют, говорят, когда вы говорите «я же ради тебя», мы жертвуем, например, своими интересами ради того, чтобы поставить семью на ноги, вырастить детей, чтобы помочь мужу, чтобы поддержать, быть плечом или жене своей, да, как бы это касается двоих партнеров. И таким образом мы как будто бы откладываем свою личную жизнь на потом, говоря о том, что сейчас я нужнее. Это же касается, когда, например, родители манипулируют детьми и говорят о том, что уже взрослым детям, да, вот я болею, вот поживи со мной, вот ты должен, и вот в итоге тебе 20, 30, 40 лет, а это очень распространено, и взрослые дети живут со своими родителями, уже часто со своими детьми, и продолжают заботиться, и заботиться не просто как внимание, а полноценно отдавать свою жизнь, постоянно забывая о собственных интересах, очень у многих детей присутствует чувство долга в контексте «я должен родителей сначала, вот я должен родителям, и купить родителям, и все родителям, я хороший ребенок», и это тоже история про долги. И, наверное, сегодняшний эфир я как раз больше хочу посвятить не столько финансовой теме, хотя она невероятно интересна, и по этой теме я сейчас готовлю целую большую обучающую программу для тех, кто уже прошел марафон «Рерайтер жизни», потому что я решила, что у нас вот должно как-то мы должны быть вместе, кто говорит на одном языке, но вот эта история про долг и жертвенность, да, когда ваша жизнь как будто бы откладывается на потом, когда вы как будто бы отдаете свое время кому-то другому в долг, и говорите «вот когда это произойдет, вот тогда». Почему я об этом еще говорю? Я очень часто с людьми, вот, ну давайте, да, с вопросом, моему мужу почти 40, родители внушили ему, что он должен им все до смерти. Да, это на самом деле отвратительная модель родителей, которые являются по сути своим террористами, я называю таких людей террористами, которые заставляют какими-то способами жалости, силы, унижений, наоборот, какими-то вторжениями, какими-то манипуляциями, да, ой, я умру скоро, я смертельно болен, ой, меня никто не любит, вот, вот ты помнишь, когда тебе было плохо, я с тобой сидела, я твоя мама, я в тебе нуждаюсь, то есть родители устраивают такой террористический акт, каждый родитель неплохо знает своего ребенка и заставляет его находиться в постоянном напряжении, потому что акт террора, он как раз и заключается в том, что уже уберите меня, не надо меня все время держать, да, и давать надежду на жизнь, надежду на смерть. Вот, поэтому это как раз момент того, что, да, ваш муж находится сейчас в руках у террориста. Вообще, если говорить, я не психолог, я на всякий случай об этом говорю, потому что многие почему-то считают, что я имею психологическое образование, кто-то говорит, что я неучка, которая куда-то лезет, я на самом деле девушка, которая занимается изучением сил нашего разума и больше специализируюсь в этом. Но кроме этого, я еще человек, который живет, который сам в жизни многое проходит и который любит думать и размышлять об этом. В общем-то, этому я вас не то чтобы учу, этим я вас хочу заразить, показать вам, как интересно можно думать, размышлять и находить различные ответы на те вопросы, которые вас интересуют. Так вот, если говорить, я уже не помню, о чем я говорила, я говорила о террористах. Забыла, боже, такая Оля, я такая болтливая женщина, что забываю. Хорошо, давайте я вспомню, обязательно вам об этом расскажу. Вернемся все-таки к нашей теме. Видите, вы меня увели вопросом, я сама себя увела куда-то. Вы меня увели, а я сама себя увела. Короче, давайте оттолкнемся от точки того, что вы ничего никому не должны. Это как бы первый момент, и вот это, наверное, история про эгоизм. Отсутствие эгоизма и страх любить себя. Да, а любить себя, это значит ставить свои интересы на первое место и начинать с истории того, от чего я хочу, и приводит нас к тому, что мы отдаем свою жизнь в долг. Потому что мы свои собственные интересы, ну вот, например, давайте, чтобы было понятно. Я провожу марафон «Рерайтер жизни», и ко мне приходит большое количество людей. На марафон люди приходят, как бы я говорю им, что мы будем там делать. Мы напишем книгу о той жизни, которой бы вы хотели жить. Вот представим себе, что вы можете абсолютно всё. Какую бы жизнь вы для себя выбрали? По запчастям. Где бы вы жили, с кем бы вы жили, чем бы вы занимались, как бы вы выглядели, куда бы вы ходили, с кем бы вы дружили, где бы вы путешествовали, как бы вы развивались, что бы вы хотели, чтобы другие люди о вас говорили. То есть мы выстраиваем свою альтернативную жизнь. И с чем сталкиваюсь я? Я вижу, как люди не могут этого сделать. То есть люди, казалось бы, да, это как прийти в магазин или в ресторан и выбрать что-то из меню. Но человек сталкивается с огромной проблемой на каких-то местах. Он не может понять, его хотелка дальше того, что у него есть, не работает. Фантазия не включается. То есть мозг говорит, невозможно, не думай, сейчас это вообще не для тебя. Если еще подключаются товарищи террористы, муж, который страшно боится ваших изменений, потому что он видит, что с вами что-то происходит, а на страх люди реагируют по-разному. Мужчины, в частности, очень часто реагируют агрессией. Он так сильно боится, что он говорит, ты дура, это все неправда, вернись на землю. Он реагирует как собаки, знаете, простите за сравнение собак, не хочу обидеть. Собака начинает гавкать, когда она боится. Ее от ужаса трясет, но это ее защита. Не только у мужчин, у женщин то же самое происходит. Кстати, часто меня спрашивают, почему вы говорите только так? Только потому, что я женщина, и мне проще говорить пример о мужчинах. Мы абсолютно в этом плане идентичны. Женщина, когда боится, ведет себя точно так же. Она тоже начинает от ужаса говорить мужчине, что все отвратно. И что получается? Получается, что на любые изменения мы реагируем плохо, потому что нам страшно. Каждый реагирует по-своему. Кто-то плачет, кто-то начинает… Вот кто как привык с детства, знаете, кто-то плакать, кто-то сразу давить на жалость, кто-то сразу говорит, я сейчас болен, кто-то откладывать на потом. Это очень хорошо, но давай мы сейчас решим те вопросы, которые у нас есть. А потом мы вернемся к этому. У каждого есть своя какая-то модель. Я думаю, что вы ее можете за собой понаблюдать. Так вот, когда человек приходит и начинает пытаться какую-то историю о себе придумать, он вдруг сталкивается с тем, что не может придумать. Ёпси! Вариантов множество, а выбрать не может, придумать не может. Мозг тут же возвращает. Все фигня, такого не может быть. И вообще у тебя есть более важные дела. Под более важными делами мы всегда подразумеваем, подумайте об этом, жизни других людей. Мне надо маме помочь, мне надо в школе сделать, мне надо ремонт доделать, мне надо мужа поддержать, мне надо вылечить кого-то. А некоторые, особенные люди, вот тоже, ребят, сейчас очень внимательно меня послушайте. Волонтеры. Многие люди, находясь в полной заднице в собственной жизни, в полной заднице, они постоянно ищут помощи кому-то, для кого-то. То есть эти люди прячутся, внимание, прячутся от собственных проблем в поиске других. Знаете, я очень такой добрый и отзывчивый человек. И меня, в принципе, можно легко свести на жалость, у меня это есть. И мой муж каждый раз, когда я ему говорю, боже, кому-то нужны там деньги или еще что-то, он мне каждый раз говорит, Оля, ты ебашешь круглосуточность. У тебя есть свои дети. Твоя первичная задача, ну, это подразумевая меня, он подразумевает и себя, потому что мы как раз вот это два сапога. У нас есть свои дети. Пять. У моего мужа есть три сына и две дочки. Пятеро детей. И понятное дело, что если когда-то нашим троим сыновьям кому-то понадобится какая-то помощь, никогда в жизни им не откажу, если эта помощь действительно им будет нужна. Поэтому у нас пятеро детей. И наша задача поставить этих пятеро детей. Мы же с тобой об этом думаем, мы же работаем, мы же занимаемся. Почему мы должны спасать весь мир? Давай спасем своих детей. Потому что так должно быть. Я с этим абсолютно согласна. Это не означает, что я там кому-то не помогаю. Это отдельная история. Все равно какие-то вещи происходят, но есть специальные общества, фонды и прочие штуки. Потому что вы же знаете, что сегодня это предмет бизнеса. Сегодня очень много разводят. И даже у нас были такие люди, которые на работе говорили, что у них умерли родители для того, чтобы им дали денег. Это отвратительно, но это происходит. Поэтому существуют фонды, существуют компании, подчисляют деньги в фонды. Фонды проверяют, дают. Это другая совсем история. Так вот, история про то, когда человек решает стать каким-то волонтером, очень часто связана не только с его добрым сердцем, а с его страхом заниматься его собственной жизнью. И очень многие люди отдают свою жизнь в долг, потому что они сами по себе не могут ничего с собой сделать. И они отдают ее в рабство. И это, кстати, не самый плохой вариант, потому что многие отдают ее водкой. А теперь посудите. А если бы вы были богатым, состоявшимся и успешным человеком, вы бы смогли помочь больше? Я недавно смотрела, был Кураж Базарки и весь такое мероприятие, большое, благотворительное. И там когда-то, какое-то время назад, собирали какую-то безумную сумму денег, достаточно большую, на лифт для инвалидов, чтобы инвалиды могли подниматься на лифте, на эти ивенты, на эти вечеринки и быть частью социального общества. И вот Вера Брежнева, которую все знают, дала какую-то там приличную, очень большую сумму денег, перечислила и этот лифт смогли построить. Все собирали на него деньги, но Вера, короче говоря, это очень сильно ускорила. И вот для меня это очередной пример того, что когда ты развиваешься, ты успешен и ты зарабатываешь, ты можешь помочь гораздо больше. И я говорю об этом. Не о том, что не надо помогать, а о том, что когда ты на самом деле проживаешь свою жизнь, свою жизнь, ты можешь помогать значительно больше. Вот очень есть такая классная фраза, не помню, у Киафана написана, кто ее сказал, я не помню. Твой успех поможет многим, твоя неудача не поможет никому. И когда вы говорите о том, что я буду волонтером, вы должны понимать, что не развиваясь, вы мало того, что сами не особо являетесь счастливым, вы жертва, вы отдаете свою жизнь в долг. Да, я дура, это я знаю, сейчас я вас удалю, чтобы вы не страдали от моего эфира. Все. Вот, если человек страдает от моего эфира, то ему не надо смотреть. Так вот, вы должны понимать, что когда вы отдаете свою жизнь вот так вот в долг, вы прячетесь на самом-то деле, даже за такими как будто бы благими вещами. Просто понимаете, это ни в коем случае не история про то, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Я вообще не вешу эти вещи. Для меня момент осознанности – это способность поразмышлять. Возможно, вы со мной не согласны. Но поскольку это мой эфир, то я говорю о том, что я думаю. Вот, поэтому я этим с вами делюсь. И для меня вот эта жизнь в долг – это всегда, когда я действую, прежде всего, не развивая себя самого. Вы должны понимать, что ни один человек на этой земле не пришел в качестве персональной обслуги для кого-то другого, для того, чтобы прожить свою жизнь для другого, для того, чтобы посвятить свою жизнь. Да, мы пришли служить. Это правда. И у каждого из нас есть какое-то свое служение. Кто-то строит дома, кто-то культуру какую-то развивает, кто-то создает какие-то новые научные, технические вещи, которые мир продвигают, помогают в мире, социуму вообще как бы развиваться. У каждого из нас есть свое служение. Но когда вы сходите на служение одному человеку, и сами при этом не развиваетесь, не становитесь богаче как внутренне, так и материально, что-то в этом идет не так. И я вам хочу предложить об этом подумать. Следующий момент, да. Почему часто происходит, когда я сказала, что люди приходят на рерайтер и не могут написать, чего они хотят? Потому что, когда мы начинаем расти, очень у многих из нас есть много детских программ, в которых заложена какая-то жертвенность. Где мамы, вот нам все время вообще стремятся с детства приучить нас каким-то правилам. Как правильно есть, как правильно пить, как ходить, как говорить, на кого учиться, какая профессия престижная, а какая нет. Нет, рисовать это несерьезно, танцевать это несерьезно, хватит, пора заканчивать с детством. Нас все время никто вообще, как на человека и на личность, не учит на себя смотреть, раскрывать себя, чувства. Из-за чего вы говорите? Все время в махину. Мама, папа лучше знают, еще и бабушка знают, как было сто лет назад, вот так вот пусть всегда и будет. И человек очень часто, когда вырастает, мы вырастаем с чувством долга. Что, например, сейчас мы уже в этом возрасте должны выйти замуж. Мы должны быть хорошим сотрудником. Мы должны родить детей. Мы должны три года провести с детьми. Мы должны, и все время нам все рассказывают, что мы должны. И мы сами часто, того не подразумевая, находимся вот в этой капсуле долга. И получается, что мы должны все, а на то, чтобы даже задать себе вопрос, чего хочу я, у нас времени нет. Нет. Вспомните, в школе вы мечтаете, что вы закончите школу и пойдете учиться в институт на того, на кого вы захотите. Чаще всего вы идете, когда заканчиваете школу, в институт надо идти так быстро, что ты даже не понимаешь, на кого ты хочешь идти. Ты просто, когда школа закончилась, она еще не успела закончиться, а ты уже должен куда-то поступать. Помните, как это происходит? И тут родитель выступает, значит, в роли друга, наставника, а иногда просто человека, который толкает, и ты куда-то там поступил. Ты мечтаешь, что когда закончится эта учеба, для кого-то любимая, для кого-то гребаная или дурацкая, ты наконец-то найдешь то место работы, на котором тебе будет хорошо. Но когда ты уже приступаешь к моменту, что тебе нужно себя обеспечивать, ты чаще всего вваливаешься на работу, на которую тебя взяли. Потому что у тебя еще нет опыта, потому что ты еще не уверен, потому что ты вообще еще не знаешь, на какую работу ты хочешь. Это очень частое явление. Еще не знаем, какую работу я хочу. И ты куда-то вваливаешься. Потом очень долго ты в конвульсиях, это такая среднестатистическая картина, очень долго человек в конвульсиях пытается понять, чего он хочет, но у него особо нету на это время, потому что количество расстрат постоянно растет. Вот нужно уже на свою квартиру переезжать, на съемную, цены растут, шмотки надо покупать. А если, не дай бог, еще завязываются какие-то отношения, то деньги нужно еще туда. И времени на подумать нету катастрофически. А если потом родился ребенок, которому вдруг срочно нужно целую жизнь сразу же выстраивать и думать уже о том, где он будет учиться в институте, это вообще пиздос. И вот ты живешь с мыслью о том, что когда-нибудь, когда-нибудь, может быть на пенсии, ты начнешь жить той жизнью, которую ты хочешь. Чаще всего у людей это какой-то остров, на котором ты будешь жить почему-то. Это, наверное, у тебя будет что-то классное, но ты до конца не знаешь, что и как это получить. Я не знаю, согласны вы со мной или нет, но это очень распространенная картина. Когда твоя жизнь, даже если она сегодня не так плохо сложилась, как я описала, а может быть я описала и хорошо, она когда-нибудь на потом откладывается. У большинства людей их жизнь сейчас еще не начиналась. Если спросить об их мечтах, половина вообще не имеет мечт. Вот своих мечт не имеют. Если начинают мечтать, то эти мечты так сильно далеко, хотя могут быть иногда достаточно банальными. Машина, мальдивы, ну что-то такое. Банальный набор, это уже такой, знаете, шпротный набор на Новый год. Но тем не менее, люди даже не понимают, как его получить, ну потому что есть реалии. У нас всегда есть оправдание. Оправдание, почему это происходит. Всегда есть оправдание. У женщин еще есть классная штука. У меня сейчас дети маленькие, да. Это точно такое же оправдание, почему я так выгляжу. Я сейчас так выгляжу, потому что я только родила. Потом я так выгляжу, потому что я все время нахожусь с детьми. Потом я так выгляжу, потому что я все покупаю детям, и на себя не хватает денег. Все время есть какое-то оправдание. Вот я и говорю о том, что это жизнь в долг. Мало того, это жизнь ради долга. Вы все время будете должны. Потом вы будете должны помочь еще детям, стать им на ноги. Потом вы будете должны еще чего-то. И вот этот долг, если в вашей голове вот эта программа идет, она не закончится никогда. Абсолютно никогда. И ожидание изменения и продолжение тех действий, которые вы делаете, одних и тех же изменений не принесут. И было бы совсем грустно, можно было бы сказать, вот такая, ребят, фигня, вот что значит тема «Жизнь в долг», до свидания. Нет, все сильно лучшее. И это все можно прекратить. И это все можно изменить. И это все нужно делать. Я вам скажу новость хорошую в том, что это можно прекратить в любой момент. И уже, вот сейчас у нас с вами октябрь, когда я провожу этот эфир, и уже к Новому году вы можете быть человеком, который начал и видит уже изменения своей траектории. Потому что сейчас вы идете по какой-то своей прямой. И чтобы убедиться, что это прямая, вы можете на год назад отмотать и вот этот отрывок просмотреть, как по фильму. Можете телефон, знаете, вот у меня в телефоне так много картинок и фото, что я могу свою жизнь просматривать и вспоминать, что когда у меня было по телефону. Можете просмотреть ее тоже так же или по каким-то событиям. И если вы увидите, что ваша жизнь никак существенно не менялась, у вас нигде не было всплесков в виде денег, в виде ярких эмоций, путешествий, чего-то того ваших, как это, сбываемости ваших мечт. Давайте так. Если этого нету, это говорит о том, что ничего не произойдет и дальше. Потому что вы будете жить, ожидая, что изменения произойдут сами по себе. Они могут произойти, но обычно в худшую сторону. Вы можете смертельно заболеть или как-то остро. Вы стерто-стерто. Может произойти какая-то чрезвычайная ситуация, которая вашу жизнь заставит кардинально начать вас двигаться по-другому. Совершать совершенно иные действия. Оно вам надо? Не надо. Отвечаю сразу же на свой вопрос. Что делать? Давайте следующий момент. Как эту жизнь в долг прервать? Перестать жить ради детей, для мужа, для жены. Из-за того, что мы сейчас учимся, мы выдаем ипотеку. Многие говорят, я ипотеку отдам. И вот потом тогда да. Я кредит выплачу, и вот тогда да. Я школу закончу, и вот тогда да. Это вообще все не имеет никакого значения. Значит, я вам перед тем, как рассказать план действий, вы живы там, скажите мне, пожалуйста. Я вам скажу так. Моим детям 9, будет Алисе в ноябре 9, и вот Еве будет уже 6, слава Богу, послезавтра. Я очень хорошо помню свое детство. И я прекрасно поняла, что жизнь начинается, когда ты рождаешься, а не когда тебе 7, 8 или 10. Я это очень хорошо помнила. Поэтому, когда мои дети родились, я ждала того момента, когда они начнут ходить. Потому что я понимала, что когда они начнут ходить, уже в принципе движуха пошла. И Ева и Алиса с 3,5 лет у меня начали ходить на всякие кружки. Почему? Потому что это тот возраст, когда по ребенку заметен его интерес и способности в какую-то сторону. Вот есть ребенок, он под музычку стоит и танцует. Есть ребенок, который все время рисует. А есть ребенок, который что-то все время разбирает. А есть ребенок, который все время что-то химичит. Мы обязаны замечать свои интересы. Это то, из-за чего страдает наше с вами поколение и 150 тысяч поколений еще перед нами. Вообще никто об этом не думал. В детстве все херня, а в взрослой жизни нужно быть инженером. Все как бы предрешено. И комсомольцам, и Родину любить, и Ленина любить. Все. Так вот, я очень хорошо это знала, и я начала за своими детьми следить. Многие говорят, что это родители, которые заставляют своих детей. Но говорить можно что угодно, и родители есть разные. Да, кто-то отрабатывает свои. Я не спорю, я не знаю, я ничего не отрабатывала. Я просто знала, что мне в жизни было скучновато. И я понимала, что я поздно начала, потому что вот этот период до 7 лет, мои родители считали, что пока я в школу не пошла, моя жизнь не началась. И я очень хорошо помню, как мой муж, уже будучи отцом троих детей, сказал мне, что ребенок до 7 лет вообще не интересен. Как же он удивлялся, когда родились дети, и они ему были интересны изначально. Это оказался момент возраста, когда ты рожаешь детей. Но это следующая история. Так вот, на сегодняшний день моей Еве будет 6, будет 6, а моей Алисе будет 9. Алиса моя тренируется уже сейчас по 5 часов в день, 6 раз в неделю. Сказать им, что я ее туда вожу на тренировки, типа заставляю, это вообще не та история. Я даже не знаю, когда она туда ходит. Ну, в плане того, что я не контролирую эти моменты. Сколько стоит у меня кубковой медали, это следующий вопрос. Насколько мой ребенок целеустремленный, интересный и развитый, можно понять только, если вы пообщаетесь с одной и со второй моей дочерью. Потому что сказать, что они продвинутые, не сказать ничего. Сказать, что это люди, умеющие думать, умеющие сочувствовать, умеющие решать вопросы, умеющие коннектиться, это не сказать ничего. Жизнь начинается, когда мы рождаемся. И ошибкой родителей в детстве, и ваше собственное, и наше собственное, вообще является что-либо ждать. Я своим детям постоянно говорю о том, что сегодня происходит твоя жизнь. В зависимости от того, что ты сделаешь сегодня, будет твой завтрак. Большинство детей закончат школу в 18-19 лет и будут считать, что их жизнь начнется после института. Мои дети к годам 14-15 будут, если им это захочется, они будут продолжать делать то, что им нравится. А делают я никогда, никого не заставляю делать то, что не нравится, потому что я сама терпеть этого не могу. И никогда не приемлемо это в моей жизни. Вы можете быть мастерами спорта. Мастерами спорта у вас уже будет готовая профессия. Неважно, захотите вы быть там тренерами или кем вы там захотите быть, у вас уже она будет. Вы еще не закончите школу, а у вас уже это будет по делу, которым вам страшно нравится заниматься, которым вы балдеете заниматься, которая делает вас красивыми, которая делает вас особенными, потому что уже моя шестилетняя дочь может сделать так, что все мальчики... Вот сейчас у нас такая история, значит, мальчики приносят ей деньги. Новая темка. Евки дают деньги мальчики, проявляют сейчас внимание мальчики деньгами. Няня моя говорила о том, что надо вернуть срочно всем деньги. Я сказала точно, я не буду учить свою дочь в детстве возвращать деньги, которые ей дают мужчины, потому что она ему нравится. И они таким образом вот говорят, я насобирал деньги, хочу отдать тебе. Молодец. Говорю, хороший мальчик и девочка хорошая. Так вот, история о том, что нас не учили ничему этому, и я детей не учу ничего ждать. И вам того же желаю. Так вот, для того чтобы... Что такое осознанность? Еще раз, возвращаемся к теме осознанности. Осознанность мы воспринимаем, воспринимаете банально это и буквально. Я умею думать. Я могу об этом поразмышлять. Вот это будет означать, что вы человек, который стремится к осознанности или уже является таковым. Идем дальше. Когда вы находитесь вот в этой состоянии, вы слушаете сейчас и думаете, боже, я же реально не знаю, что я хочу. Я же действительно живу сейчас в ожидании, когда у меня закончится декрет, когда у меня закончится месячный, когда у меня закончится муж, когда у меня закончится погода, когда зима закончится, лето, когда ипотека закончится, когда еще что-то. Все время жду. Вы это понимаете. Если вы это сейчас понимаете, первый флажок Супер Марио вы получили. Вы победили. Вот это первый, ваш. Теперь второе. Вы это уже поняли. Что делать с этим? Второе флажок, когда мы понимаем, хочу ли я продолжать так же. Не хочу продолжать так же. Я хочу как-то по-другому. Как по-другому. Вот этот вопрос очень простой. Как по-другому. Это значит мне пройти на рерайтер жизни. Потому что мне нужно ответить себе на вопрос как. Вы понимаете, что большинство из нас, когда мы говорим мне не нравится, мы говорим так, потому что мы не знаем, как нам нравится. Помните, когда ребенок приходит и говорит, я этого не хочу. А ты ему говоришь, а как ты хочешь. А он начинает плакать. Он не знает, как он хочет. Вот это проблема. Круто, когда ваш ребенок говорит, мама, я это не хочу, потому что я хочу это. И вот вы должны понимать, а как вы хотите. А вы бы хотели, вот вы где-то живете. А где бы вы хотели жить? У вас какие-то отношения или не складываются никакие отношения? А какие вы хотите? Не по принципу, что получилось и что досталось. Нас жестенько нагнули и обманули, когда сказали, что может быть так, как получится. Ни-хера. Второй раз не пустят на YouTube. Ни-хера. Это неправда. Это не правда. Может быть так, как вы захотите. Но вам надо захотеть, понять, как хотите вы увидеть свою жизнь. До тех пор, это я называю это дизайн-проектом своей жизни. Не путайте с этими дизайнами человека. Нет. Это как квартира. Я хочу, вы говорите, дизайнеру сделает ремонт. Он говорит, хорошо делаем. Вы говорите, а что делаем? Он говорит, будет красиво. Вы говорите, нет, я хочу увидеть, покажите, какая у меня будет плитка, какие у меня будут окна, какие у меня будут шторы. Он говорит, а какие вы хотите. И вот вы начинаете работать. И перед тем, как делать ремонт, вы видите визуализацию или хотя бы, как мы называем это, мутборд. Мы видим, пусть не как у нас это будет, но мы видим, какие материалы мы будем использовать, понимаем, вот сколько это стоит, как это будет плюс-минус выглядеть. Нам необходимо это понять. Вот для того, чтобы вы могли изменить свою жизнь, вы пришли в магазин и хотите сдать штаны. И говорите, я хочу их поменять. Вам говорят, на что? Когда вы говорите, я хочу их поменять вот на ту красную юбку, это понятно. А когда вы говорите, я хочу их на что-нибудь поменять, это непонятно. Вот вы должны это понимать. И вы должны себе это нарисовать. А тут, внимание, самая прикольная вещь, это вообще то, что... Не то, что должно вас напугать, это должно показать вам, почему вы обязаны всё изменить и никогда своих детей и своих близких больше вот таким вещам не приводить. Люди, когда им говорят «придумай», не могут придумать. Не могут придумать. Не в состоянии придумать. Свои мечты, свою жизнь не могут. Если с вами это происходит, это говорит о том, что вам столько всего в голову напихали, у вас столько ограничений, что это ключевой ответ на вопрос, почему у вас не та жизнь, почему у вас постоянно, я вам даю 300 тысяч процентов, у вас проблемы с деньгами, вам никогда не придёт какое-то нормальное количество денег, вы постоянно будете жить в рамках. Потому что ваше подсознание просто вас, оно в тюрьму вас спрякало, оно вас отключило от всей Вселенной. Вы настолько ранены, вы настолько запретили себе мечтать, настолько сказали, что это всё не для меня, вы защитились. Потому что ваше подсознание, у него есть только одна главная опция – защищать вас от того, что приносит вам боль и давать вам то, что приносит удовольствие. И если в своё время, когда родители, близкие, ваше окружение и ваш собственный опыт формировался на теме того, что всё, что связано с материальным – это расстройство, потому что мы не можем себе этого позволить, потому что это не для нас, потому что это плохо, потому что это у богатых, потому что это плохие люди этим владеют, ваше подсознание всё это от вас убрало. И убрало настолько мастерски, что просто стёрло это с вашей головы, просто стёрло. Вы даже придумать не можете. Вы даже на улицах не замечаете, не замечаете на улицах ничего богатого, машины, которые вам нравились, магазины. Вы не обращаете на это внимание, вас это не раздражает, как, например, в своё время раздражало меня, хотя это тоже неправильно. Но, потому что вы это для себя запретили, вы себе сказали, это не моё, я никогда не зайду в этот магазин, я никогда не отдам эти деньги за этот ресторан, я никогда не сяду в такую машину. Я много раз рассказывала историю про своего прекраснейшего друга, который пару раз в жизни одалживал мне не только деньги, но и свою энергию, и который, когда я ему сказала, почему ты не купишь машину себе, ведь ты же хорошо зарабатываешь, он сказал мне, я тогда не смогу читать книгу, как в метро. Я пока в метро еду, я книгу читаю, а как я буду в машине книгу читать? Он очень умный человек. Но эта фраза, это просто огнище. Вот как защищает нас наше подсознание. Поэтому следующим шагом является, когда вы понимаете, ваша задача ответить себе на вопрос, как? И начать свой мозг активно теребить. И из состояния ничего не вижу, не слышу, ничего не хочу, это страшно, входить в состояние я всё хочу. Вначале мы начинаем разбираться, чего я хочу, как я хочу. По принципу, а если я всё могу? А если я на самом деле всё могу? Мы себя в рерайтере жизни раскупориваем таким образом. Мы свои мечталки, хотелки начинаем доставать. Это происходит у всех по-разному. У кого-то через страдания, у кого-то через сопротивление, у кого-то с огромным удовольствием. По-разному. Но необходимо вот это пробить в себе. Когда это пробивается, у нас как будто бы слазит какая-то очередная пелена с глаз, и мы вдруг начинаем понимать, что возможности, оказывается, есть. Начинает идти много моментов. Мы начинаем видеть, насколько ограничено мышление у других людей. Мы начинаем видеть, как много мы себе запрещали. Мы начинаем видеть, как много возможностей в жизни существует. И процесс начинает идти, который, в общем-то, я помогаю дальше запускать. Но ключ заключается в том, что мы начинаем вести себя по-другому. Мы перестаем быть жертвами и давать свою жизнь в долг. Мы вдруг говорим своему мужу, дорогой, ты знаешь, я хочу пойти на работу, или я хочу куда-то поехать, или вообще я хочу, я хочу. Не для нас, не для наших детей, не для нашей собаки. Я, блядь, хочу. Я хочу. Я хочу. Это удивительно, но многие хотят то, что хотят другие. Если вы придете с моей мамой в ресторан и спросите ее, чего она хочет, то она мне скажет, выбери что-нибудь или выберет в меню что-то самое недорогое. У меня был период, когда я дико, дико, просто дико злилась на нее за это. Прямо до ненависти, прям меня выворачивала, я прям не могла маме этого простить, эту жертвенность. Я ей кричала, мама, у меня есть деньги, мы приехали в Италию. Я очень хорошо помню, я была беременна вторым ребенком. Мы приехали в Италию в красивенный отель, с красивенными видами. Мы приходим в ресторан, мама, блядь, не может выбрать что-нибудь мне. Мне что-нибудь. Тебе рыбу или мясо? Мне не рыбу или мясо. Ебать. Я посмирилась с мамой. Мама чуть-чуть стала меняться. Я оставила маму в покое, потому что я поняла, что мамина жизнь, она не имеет ко мне никакого отношения. Мама имеет право быть такой, какая она есть. Все. Но вам-то я могу сказать, что так нельзя делать. Что можно найти в себе силы и разобраться, вам рыбу или мясо. Вам носочки или чулочки. Вам сверху или снизу. Вам чего? Вы чего хотите? И вот когда у рерайтовцев начинается эта история, мы сталкиваемся с другой вещью. Даже не вещью, а явлением. Когда ваша жизнь в долг начинает принадлежать вам, все вокруг протестуют. Представьте себе, все привыкли с вами жить. У вас есть какая-то модель поведения по отношению к маме, к своим детям, к своей собаке, к своим сотрудникам или своим коллегам в работе, мужу. Вы начинаете меняться. И вы говорите, нет, мы пойдем сегодня в этот ресторан. Или, я приготовила сегодня курицу, а я хотела утку. А я хотела курицу. Если ты хочешь приготовить утку, то сходи, купи себе утку и приготовь. Чего? Вот у нас с Сережей, например, обычно разные завтраки. Сергей ест яйца, кашу, короче, он ест то, чего не ем я. Я не готовлю ему завтраки. Never. Он может только сожрать мои сырники или принести мне круассаны и красную рыбу. И тогда мы поедем вместе. Это вообще никого не павит. Никто, ничего никому не должен готовить. Каждый в состоянии есть то, чего он хочет. Мы можем заказать няне какую-то еду, он принесет какие-то котлеты, мясо скажет, пожарьте. Он, например, ест баранину, я терпеть не могу баранину. Вообще, я не выношу запах баранины. Это не имеет никакого значения. Никто, ничего, никому не должен. Я люблю это, он любит это, и это не мешает нам жить вместе. Вот когда вы, они не то, чтобы бояться, а дело не в том, что люди начинают бояться. Да, когда вы начинаете меняться, происходит изменение, вы становитесь не тем человеком, с которым люди жили. То есть, вы превращаетесь в другого человека. Это неплохо и нехорошо. Вы становитесь другим человеком. И люди на это реагируют по-разному. Им страшно, но они реагируют на это не страхом, мне страшно, а у каждого своя реакция на страх. Кто-то начинает, как я говорила в начале эфира, быть агрессивным. Ты дура! Ты-ти-ти-ты! Ты-ти-ты! Вот так. Кто-то начинает молчать, не знает, что сказать. Кто-то считает, что вы не могли поменяться. Вы издеваетесь. Вы сейчас издеваетесь. У меня был дядя и есть, родной дядя, родной брат моей мамы. Я, кстати, его редко вспоминаю, но он такой приличный герой моего романа, потому что у меня в детстве с ним было очень много стычек. И вообще, у меня по жизни одним из способов мотивации движения является доказать другим. Не могу сказать, что это хорошо или плохо, но это так. И он жил долгое время с нами, он на 11 лет младше моей мамы, и он жил с нами, мама помогала ему. То он водителем там работал, то ещё что-то. И когда он оставался со мной дома, он себя вёл, очень... Ему нравилось мной управлять. И я... Он мог меня бить, ну как там, агрессивно быть по отношению ко мне, и я часто пряталась в туалете. В туалете, причём это был маленький туалет, я просто помню, что я там закрывалась, у меня там были подушки, я там пряталась от него. Потому что он был очень агрессивен. И к чему я это всё чудесно рассказывала. Сейчас, боже мой, что-то я о нём какую-то хотела вам душевную историю рассказать, что-то я его боялась, и как он проявлял это... Ладно. Когда-нибудь, Серёжа, я тебе расскажу, но не сейчас. Склерозик, стал. Суть простая. Суть в том, что люди по-разному проявляют вот этот свой страх, и они не готовы к тому, что вы меняетесь. Поэтому это как раз разговор всегда, если говорить о том, что с этим делать, вы всегда должны объяснять человеку, что с вами происходит, и быть готовыми к тому, что он не будет к этому готов. Когда вы начинаете меняться, я об этом говорю вам постоянно, процесс запускается. процесс запускается, и люди в афиге. Но что происходит? Вы выходите из ситуации вот этого человека-должника, потому что появляется ваше собственное я. И от вашего собственного я, которое очень часто бывает абсолютной противоположностью того человека, которым вы были, вот, например, как детям, да, когда я была мамой, например, я сижу с детьми, там, как-то себя веду в одной модели. Ну, вот, например, мои дети очень долгое время больше времени проводили с нянью, чем со мной. А потом это начало меняться. Потихоньку, потихоньку, потихоньку это начало вытесняться. И сейчас у детей иногда бывает агрессивная реакция на то, когда я им говорю, что там, вас няня, например, со школы заберет. Они такие, в смысле, как там, па-па-па, потому что им не нравится, что меняется. Но я им говорю, дети, значит, смотрите, я обожаю вас. Я вас забираю всегда, когда я могу. Когда у меня есть тренировки, я стараюсь свой график под вас подстраивать. Но я не буду подстраивать под вас свою жизнь. У вас есть няня, я плачу ей деньги за то, что она с вами ездит, забирает, мало того, вы ездите на такси. У вас чудесненькая жизнь, замечательная. И не буду вот этой жертвой человеком, который должен отдавать вам свою жизнь в кредит. Я с вами там, где я считаю нужным быть, там, где мы можем быть друг для друга полезны, интересны и так далее. Когда-то показали дяде, что выросли и изменилось. Я очень много лет мечтала это сделать, показать ему и доказать. «Но когда я выросла, он не вырос от слова совсем. А я выросла настолько, что понимая, насколько глупо было бы сейчас прийти ему и сказать, вот видишь, кто я и кто ты. Нет. Он такой, какой он есть. Я люблю его и нет. Уходит. Вот это в детстве присутствует больше агрессии, злости, отомстить, показать, доказать, как и парня какому-то своему мужику. Когда ты становишься старше, нету такого. Ты просто умеешь уже ценить, понимать, смотришь. Он же вел себя так тоже не потому, что он был такой злобный гад. Такой же вел неосознанно себя, как парень, которому было 19-20 лет. Ну что, это, знаете, такая классика жанра. По-другому не учили. Дедушка, ну, папа, а моя мама и его всегда бил, всегда ходил с палкой, его всегда все боялись. Какую модель ему нужно было брать? Это мы сейчас с вами можем размышлять, говорить, читать книги, смотреть эфиры, ходить к психотерапевтам, делать собственные разборы, приходить на марафоны, общаться, слушать друг друга. Никто этим не занимался тогда. Вообще удивительно, как они выросли какими-то нормальными людьми, наши родители там. Ну, поверьте, им было сильно сложнее. Поэтому убирайте. Я каждый раз, когда испытываю агрессию, я испытываю агрессию, я эмоциональный человек, и я думаю, что скорее всего я из-за этого испытываю агрессию. Я очень эмоциональна, и я очень перфекционистична. И, наверное, если бы не мое умение думать, я была бы очень тяжелым человеком в жизни. Вот. Поэтому, да, это объясняет все, что-то объясняет. Все, что-то объясняет. Поэтому вот это, опять-таки, история про долги. Мы часто отдаем в долг именно себя. Всякий раз, когда вы делаете то, чего вы не хотите, вы отдаете себя в долг. Всякий раз, когда вы говорите «да», где надо было сказать «нет», вы отдаете себя в долг. А знаете, что вы еще отдаете в долг? Вы отдаете свою энергию. Это как раз вопрос на тему того, опять, куда девается моя энергия, почему я себя чувствую изнеможденным. Вы отдаете другим людям свою энергию, когда вы делаете то, чего хотят они, а не вы. И вы ее все время расплескиваетесь. И у этих людей до тех пор, пока вы являетесь тем, кто делает то, что ему говорят, ваш начальник, да, вы, например, не согласны, он говорит «делай, коза». Это все, вот так вот от вас идут ниточки, провода. Давайте, мой микрофончик чудесный. Вот так вот от вас идут ниточки, и люди питаются вашей энергией. У вас такой один большой стаканчик, помните, как с коктейльчиком, и много трубочек, и они все вас сожрут. Они не вампиры, вы им сами отдаете. Это не вампиры, это, ну, вот я пришла к вам, и в ваш стакан залезла с трубочкой. Вы забрали и говорите «Оль, извини, пожалуйста, не пошла бы ты, ну, это мой стакан». Я говорю «А, окей, но если вы мне позволяете, конечно, конечно». Я говорю «Можно выпить? Мне так хочется пить, пожалуйста, вы меня так спасете». Вы говорите «Конечно». И так вот все. А можно сказать «Ольчик, ты можешь заказать свой стакан? Я понимаю, что ты хочешь пить, но это мой стакан. Это мой, это как подружка, которая говорит «Можно меня утешить твой мужчина». Прости, это мой мужчина». Я даже своей дочери говорю, когда я танцую со своим партнером на танцах, и она нам мешает, потому что ей хочется тоже показать, что она у меня лучше для танцевать. Я ей говорю «Ева, это твой партнер, а это мой партнер». Когда девочки уходят на нашу интимную зону с мужем, я им говорю «Девочки, у вас будет свой мужчина, это ваш папа, но мужчина это мой, это мой мужик». И это нормально, это нормально. Точно так же, как вы говорите, я сейчас разговариваю с папой, или вы говорите учителю, я сейчас не выясняю проблемы класса, я выясняю сейчас задачи, связанные с моим ребёнком, меня не интересуют другие. Это ваши границы, мы вчера об этом говорили, личные границы, и это момент face to face. Очень и очень важно. Так, если есть нежелание общаться с родственниками мужа, не хочется никогда с ними видеться, но жизнь сводит к тому, что нужно пересекаться, а в данный момент никак как себя перенастроить. Не пересекаться. Вы имеете право не перенасекаться. Любимый муж, я очень люблю тебя, я не буду пересекаться с твоими родителями, я плохо себя при этом чувствую. Поэтому это не означает, что я люблю тебя меньше, но я не прошу тебя с ними не видеться, я не прошу тебя выбирать между нами, но я прошу тебя меня уважать, мою личную позицию. Это история про личные границы. Вчерашний эфир, мы это детально разбирали. Заметила, что мне звонят какие-то люди и расспрашивают, после этого я чувствовала слабость и злость. Опять-таки, это эфир вчерашний про личные границы, когда вы позволяете другим делать с вами то, что вы не хотите делать. Ну, и история про энергию, она, естественно, тут же действует. То есть, когда делаете вы что-то не по своей воле, вы всегда отдаете свою энергию. Но, заметьте, это называется позиция жертвы. Я не хочу этого делать, но я делаю. Я не хочу общаться с его родителями, но я общаюсь. Я не хочу говорить с ними об этом по телефону, но я не нахожу в себе сил сказать, извини, пожалуйста, я занята, или не снять трубку, потому что я боюсь, что обо мне подумают. Простите. Я боюсь, что обо мне подумают. Я боюсь, что подумают, что я плохой друг, я плохая, кто там, сваховской крови, Господи, не помню, как все эти люди называются. Я плохой. Нет, не бойтесь, не бойтесь. Не нужна агрессия, не нужно говорить, вы козлы, я не буду с вами общаться. Нужно учить других людей уважать ваше пространство. Если вы не научите этого делать, то не удивляйтесь тем, что происходит. Так, я видела еще тут вопросы. Сейчас. У меня через сопротивление, как вижу, все меняется, и все легко, я становлюсь сильнее своей линии и мозга. Счастлива, что попала на рерайзинг, теперь эфиры по-другому чувствуют. Да, спасибо. Ну, это правда. И, безусловно, когда мы какую-то тему начинаем копать, мы смотрим на нее по-разному. Поэтому всем марафонцам я всегда прошу пересматривать видео еще потом. И те, кто находится в клубе, я заставляю потом, ну, не заставляю, а тоже рекомендую пройти заново, переслушать видео. Мы по-разному даже книгу будем читать спустя время, там, второй, третий, пятый, десятый раз, мы будем читать ее по-разному. И до тех пор, пока мы не можем об этом спокойно разговаривать со знакомыми, значит, мы в тему как бы не копнули. Я, например, когда какую-то тему изучаю, чтобы вы понимали, я пишу от руки. Меня спрашивают, почему от руки? Во-первых, наш мозг сильно больше запоминает. Вы смотрите, я сейчас прохожу обучение. Я, причем, сначала начала писать с конца тетрадки, вот так вот писала, потом я поняла, что уже конец тетрадки скоро, вот, и мне надо начать сначала эти тетрадки. Я начала писать сначала. Я прохожу и пишу. Я пишу, думаю, разговариваю на эту тему, размышляю на эту тему, потом какие-то штуки иногда встраиваю в эфиры, но из этой темы пока еще не встраивала, но встраиваю, и потом уже только записываю какие-то занятия, уже когда я этой информацией прожила, получила какой-то опыт, имея какую-то свою собственную реакцию на то, что было сделано, сказано, и только так материал усваивается. Потому что вы можете заметить, что если вы прочитали книжку и вас попросить детально рассказать о том, что в ней, вы не расскажете. Ну, не расскажете. Рассказать мы можем тогда, когда мы прочувствовали, поняли, осознали, увидели и так далее. Так это происходит. Так, как научиться расширять свои границы и двигаться дальше, делать то, чего боюсь? Ответ всегда один. Нужно развиваться. Вот вы должны понимать, что процесс, как я вот вам говорила, начинаются изменения, они начинаются во всем. Вот нету такого, какой-то кнопки определенной, вот как расширить свои границы. Вот когда вы начинаете заниматься осознанностью, вот у меня люди приходят на марафон и они начинают шаг за шагом работать, да, я все время там выстраиваю, даю что-то, я даже не могу вам вот точно сказать, какой это путь. Но я вот вижу, например, что этот путь уже рабочий, потому что человек через неделю начинает мне говорить, слушайте, я стала обращать внимание на такие-то вещи, я стала, я перестала злиться, я перестала реагировать. Это первые шаги, да, или там я перестал. Потом кто-то говорит, я стал там вот такие вот штуки как бы работать со своим мозгом и начал видеть вот эти чудеса простые, интересно. И вот шаг за шагом, затем, когда, например, задается какой-то вопрос у кого-то, вот слушайте, у меня такая история, я там чем-то болею, оказывается, люди начинают раскрываться и рассказывать какие-то свои тайные секретики, вот, и я не знаю, подскажите мне, вдруг в чате появляется 5-10 сообщений, такое ощущение, что это все люди, которые вот со стороны можно сказать, о, это или Ермилова отвечает, или какие-то люди в темке. Нет, это такие же люди, условные вчерашние чайники, потому что, когда процесс вот этот думать запускается, вы же не привыкли это делать, анализировать, думать, на что обращать внимание, когда вы начинаете по подсказкам работать, вы дальше начинаете сами все понимать. Вот в этом моя, пожалуй, основная ценность. Я не стремлюсь превратить людей, которые ко мне приходят, в людей, зависимых от меня. Знаете, как, вот если мама рассказала, вот я могу действовать, если мама мной не двигает, то я не могу. Нет. Моя задача подтолкнуть и подсказать и окунуть туда, куда надо. А дальше вы начинаете сами творить. Вы сами начинаете понимать и осознавать. Это для меня самая большая магия, потому что вначале мне, честно говоря, было стремно поверить, что ну как это. Но когда я вижу сейчас масштабы и количество людей, которые, я называю это, просыпаются, пробуждаются, я понимаю, что это работает. И что это сильно проще, чем кажется изначально со стороны. Поэтому что делать? Вот начинать. Начинать. Вот у нас, я знаю точно, в Райтере это работает. Наверное, это работает еще где-то. Но я не могу за кого-то говорить, я могу говорить за себя. Не эмоционизировать, переключаться. Я сейчас не понимаю, о чем мы говорим, а как восстановиться, если проэмоционировала с ребенком. Очень странное для меня слово, как проэмоционировала. Вы обычный, живой, нормальный человек. У вас может быть какая-то эмоциональная составляющая. Но вы же уже знаете техники и приемы, и вообще вы осознаете, что у вас была какая-то эмоция, которая вам была не нужна, что вы себя повели неадекватно. Когда вы находитесь в состоянии осознанности, вот я, например, сегодня утром почувствовала, что я заведена, была злая. Там, не то сделали, там, няня не то сделала, я с утра не могла найти. Я понимала, но я понимала, что я эту эмоцию уже переживаю. Я злая. Вот я это поняла. Я сказала, ну хорошо, окей, я злая. Дети ушли в школу, я закрыла дверь, и я поняла, что может быть. Обычный человек продолжает злиться. Он начинает злиться дальше на все, он продолжает эту волну, он кому-то звонит, рассказывает об этом, и свое раздражение только накапливает. Я включила Урганта. К нему приходили Иванушки Интернешнл. 20 лет в группе. В 1995 году они были, 25. 25 лет в группе. Реально было ржачно, потому что Рыжему Андрею оказалось 50 лет. Это пиздос. Я поржала 5 минут, все. Я не делала никаких техник. Вот это вот, вот, не придумывайте то, чего придумывать не надо. Когда я понимаю, что я словила негатив, ну вот раздражаю, раздражена, и когда я понимаю, что мне его больше не надо, я легко могу с этим справиться. Когда я неосознанный человек, и просто мать понесло, другая история. Вот, видите, это хорошо. Да, посмеялись. Итак, дорогие мои, у нас сейчас будет с вами плавно завершаться эфир. Я уже вижу, что мы приближаемся к тому времени, когда будет его конец. Я вам благодарна за то, что вы сегодня были. Если вам интересны денежные эфиры, оставляйте, пожалуйста, комментарии, после того, когда я публикую это видео, и я что-нибудь начну готовить, потому что я готовлю большую программу, но, повторюсь, готовлю ее только для рерайтерцев. Я решила, что все, что я буду готовить, я буду готовить внутри, а входящий марафон всегда будет только рерайтер жизни, потому что я считаю, что пока человек его не прошел, я не готова с ним общаться дальше, уже как близкий. Наш новый поток марафона стартует 1 ноября. Вы можете к нам присоединиться. Все детали, стоимость на сегодняшний день, потому что она постоянно поднимается, вы можете узнать в ссылке в профиле моем Ольга Ермилова. Ну и, собственно, если у вас есть любые вопросы, вы можете мне их писать. Я имею в виду по марафону, я на них отвечу. Если у вас есть другие вопросы, пишите, оставляйте их в комментариях. Я буду стараться готовить эфиры, которые бы помогали вам в этом раскрыться. Помните о главном. Пока вы живы, вы можете все изменить. Нету ничего такого в жизни, что было бы нерешаемо. Пока вы дышите. Так что дышите глубже. Это, кстати, тоже хорошее упражнение. Все. Всем спасибо. Пока.